беру в равных пропорциях воду и молоко теплые не горячие примерно градусов 30 температура отправляю в глубокую миску сюда же добавляю пару столовых ложек сахара можно даже чуть побольше две с половиной добавить вот так и сухие быстродействующие дрожжи все это хорошо перемешиваю на этом этапе если вы не уверены в работоспособности в качестве ваших дрожжей можно добавить в эту смесь 3-4 столовые ложки муки хорошо перемешать и оставить постоять на столе на 15-20 минут чтобы дрожжи начали работать и активировались я же в качестве дрожжей уверена поэтому продолжаем готовить дальше и кстати сухие быстродействующие дрожжи можно заменить живыми дрожжами только берите их по весу в три раза больше теперь добавляю сюда яичный белок желток нам понадобится чуть позже вот здесь я отложила его в отдельную миску отправляю сюда также растительное масло вместо растительного масла можете добавить сливочное масло растопленное но не горячее и добавляю сюда пол чайной ложечки соли еще раз все очень хорошо перемешиваю чтобы масса стала более-менее однородной понемногу добавляю просеянную муку и замешиваю тесто сначала в миске а когда сложно будет вымешивать лопаткой то перейду на рабочую поверхность теперь замешиваем мягкая однородная и при этом не липнущая к рукам тесто мукой тесто не забиваем заметьте у меня вот здесь осталось немного муки я ее пока не буду добавлять вымешиваю тесто до однородности тесто у меня собралось воедино минут пять его буду вымешивать и муку больше не добавляю мне достаточно у меня ушло 470 480 грамм муки у вас может уйти муки чуть больше либо чуть меньше все это зависит от ее качества от производителя конечно смотрите вот такое получается в итоге тесто она очень мягкая но при этом совсем не липнет к рукам теперь берем глубокую емкость емкость смазываем растительным маслом вот так дно и бока перекладываю сюда тесто тесто тоже сверху смазываю растительным маслом чтобы она не заветривалась вот так миску накрываю пленкой или кухонным полотенцем можно крышкой и оставляю в теплом месте для подъема у нас квартире тепло поэтому просто будет стоять на столе прошел час и посмотрите как замечательно поднялось тесто теперь удаляем пищевую пленку вот такая вот красота воздушное тесто перекладываем его на рабочую поверхность слегка обминаем и я его разделю на 8-10 частей все зависит от желаемого размера булочек так мягчайше у меня получилось 10 частей теперь каждый кусочек теста вот таким вот образом подкатываем в шарик чтобы тесто не подсыхало накрою шарики пищевой пленкой вот так а пока возьму один кусочек и раскатаю его в тоненькую лепешку в круг остается только сформировать булочки и получится они очень симпатичные покажу как я это делаю я уже раскатала тесто посмотрите вот так вот тоненько толщиной примерно 3 миллиметра теперь готовое тесто делим на сегменты я буду делать это при помощи вот такой вот штуки можно просто ножом или при помощи скрепка вот так разделяем теперь вот эти вот треугольнички складываем стопочкой друг на друга вот так по желанию можно промазать тесто сливочным маслом теперь смотрите берем какой-нибудь палочку у меня вот такая деревянная шпажка можно сделать это скрепком либо обухом ножа то есть незаточной стороной ножа выкладываем таким вот образом и прижимаем только не разрезаем вот так теперь смотрите берем за острый край тесто держим за низ и вот таким вот образом начинаем закручивать тесто закручиваем закручиваем по спирали получается такая вот спираль вниз скрепляем ставим вот этот острый край прижимаем к центру чтобы у нас получилось такое вот углубление ямочка теперь эту ямочку можно заполнить какой-нибудь начинкой можно выложить туда например повидло у меня есть вот такие шоколадные капли я шоколадные капельки сюда закладываю вот так и перекладываем на противень застеленный пергаментной бумагой заготовки я переложила на противень застеленной пергаментной бумагой сейчас булочки накрою кухонным полотенцем и оставлю на 10-15 минут чтобы они слегка поднялись помните у меня оставался желточек я к нему добавила столовую ложку молока взболтаю все это и теперь буду смазывать булочки так чтобы они получились красивые и румяные отправляю булочки выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 25 минут они должны хорошо подрумяниться сверху на моем канале много вкусных простых рецептов выпечки интересной красивой выпечки в том числе и булочек подписывайтесь и жмите на колокольчик чтобы получать уведомления о новых выпусках посмотрите какие красотки у меня получились капли я использовала термостабильные шоколадные поэтому полностью они не плавятся можно в качестве начинки использовать дольку шоколада шоколадную пасту вареную сгущенку повидло например в общем все зависит от вашей фантазии и от вашего вкуса сейчас немножко остынут и будем пробовать еще очень горячие ароматные мягкие посмотрите какие аппетитные румяные с детства обожаю булочки особенно с холодным молоком пробуем излишне какие-то описания просто идеальное тесто мягчайшая булочки моя слабость я думаю что многие меня поймут всем приятного аппетита отличного настроения мы пошли кушать булочки пока а